Алексей Чайко пришел на станцию Бобруйск, чтобы отправиться на дачу. Пока дождался поезда, стал участником антитабачной акции. Мужчина признался, бросать курить он пробовал не единожды. Причем в последний раз зависимостью распрощался аж на 7 лет. Компенсировал вредную привычку полезной, начал бегать. Но спустя время закурил снова. Курение просто это рабство. Ты зависишь, ты не можешь без сигарет. И все. Как и от любой другой вещи. От водки, от шоколада многие зависят. Многие просто зависят от еды. Многие зависят от бега, что-то неплохо. Но это в любом случае просто рабство, как и любая другая привычка. Ни для кого не секрет, курение – одна из самых значительных угроз для здоровья человека. Ежегодно пагубное пристрастие уносит жизни 7 миллионов зависимых людей. Ведь потребление табака – основной фактор риска развития хронических заболеваний. Потому бобруйские медики делают акцент на здоровье горожан и приезжих, призывают к правильным действиям. Отказаться от курения. Потому что курение, на самом деле, это очень опасно для здоровья. Для сердечно-сосудистой системы вызывает заболевания легких, а именно рак легких. Ну и отрицательно влияет на, в принципе, все органы. Акция «Беларусь без табака» в стране проходит в преддверии главного спортивного события года – вторых европейских игр, как соревнований, свободных от курения. Примерно около 25% взрослого населения Беларуси – это курящие люди. И, конечно же, это не может не настораживать медицинских работников. И тем более, что первый опыт начала курения – это примерно 10-12 лет. Поэтому и взрослые, и подростки должны помнить о том, какой пагубной привычке они пристрастились. В конце июля в стране вступает в силу так называемый антитабачный декрет. А это значит, что расширится список мест, запрещенных для курения. Его пополнят детские площадки, остановки, летние террасы-кафе, городские пляжи, а также автомобили, в которых находятся дети до 14 лет. К слову, запреты коснутся и любителей вейпов.